В регион завезли 840 тысяч вакцин от гриппа. Это для взрослых, а еще 75 тысяч доз для детей. Но это только часть. В планах закупить гораздо больше. С прививкой врачи советуют не тянуть. Это пока самый надежный из известных в медицине способов защитить себя от инфекции. К тому же в регионе уже сейчас, задолго до эпидемсезона, зафиксировано 4000 заболевших. Вакцинация в области в этом году стартует на месяц раньше, уже с 1 сентября. Татьяна Пудова все узнала и прививок не боится. 9-летнему Роману врач советует принимать витамины и избегать мест массового скопления людей. У мальчика ослабленный иммунитет. Еще один способ – прививка. Родители сомневаются. Все, которые нужны по плану прививки, мы все это делаем. От гриппа нет, потому что вирус разный. Может быть, от одного вируса мы защитимся, от другого нет. Врачи призывают активнее участвовать в вакцинации, которая в этом году стартует в сентябре. Однако уже в некоторых районах области медики зафиксировали рост числа заболевших ОРВИ. Еженедельно отслеживаем заболеваемость. И хочу сказать, что все равно она регистрируется. Более 2000 случаев респираторных вирусных инфекций у нас идет в Самаре. И где-то около 4000 случаев за неделю по области. Обо всех возможных последствиях вакцинации медики обязаны предупредить. Так же, как и о риске, возникающем при отказе от прививки. Сегодня вакцина от гриппа включена в национальный календарь прививок. Теперь будет введена и осенью мы ожидаем поставки вакцины против пневмококковой инфекции. То есть пневмокок – это возбудитель, который широко циркулирует в нашей окружающей среде, вызывает тяжелые бронхиты, особенно у детей маленьких. Врачи напоминают, прививку нужно сделать до начала эпидсезона, то есть примерно до декабря. Организм, который за лето набрался сил и получил природные витамины, должен воспринять вакцину легко. Бесплатно ее могут сделать дети, а также врачи, учителя и представители сферы обслуживания. Татьяна Пудова, Дмитрий Алатырцев, Новости губернии.